Уважаемые коллеги, Владимир Анатольевич в значительной степени облегчил мою задачу в отношении актуальности проблемы, о которой мы сейчас послушаем. И я бы хотел развить эту тематику, тематика весьма интересная, несмотря на то, что это действительно редкая патология, редкие ситуации. Итак, замещение обширных дефектов в грудной стенке. Задачи, которые мы преследуем при выполнении реконструктивного этапа, это герметизация, восстановление каркаса, сохранение физиологического объема для восстановления дыхательной функции, предотвращение парадоксального дыхания и восстановление покровных тканей. Также не буду останавливаться здесь подробно на показаниях, которые на сегодняшний день существуют для выполнения реконструкции каркаса. Я разбил существующие методики на, пожалуй, три таких направления. Первое направление – это аллографты. Несмотря на достаточно большое количество вариантов и материалов, которые существуют на сегодняшний день синтетических, тем не менее встречаются публикации, которые говорят о востребованности вот такого варианта пластики и с неплохими результатами по мнению авторов. Но это единичное наблюдение, поэтому здесь, конечно же, каких-то выводов сделать не приходится. Полимерные материалы. Владимир Анатольевич рассказал о классической схеме, которая использовалась уже давно, и, наверное, каждый из хирургов, который встречался с дефектами грудной стенки, имел возможность использовать и держать в руках конструкции, сделанные операционные, которые замещают дефекты. Это конструкции из метилметокрилата. Ну и третья группа большая – это конструкции, которые изготавливаются из титана. Титан, я думаю, что здесь нет вопросов, почему выбирается именно этот материал. Он себя зарекомендовал во всех вариантах использования в качестве имплантов. Немножко повторюсь, пусть меня коллеги простят, но тем не менее. Итак, пластины синтез. То, что удалось посмотреть по литературе, действительно, есть упоминание о длительном наблюдении после реконструкции подобных, с использованием подобной системы, причем при именно онкологических дефектах, при обширных дефектах грудной стенки. Но все же вот эта система, она, конечно же, рассчитана больше на травму. И вот способ фиксации, который используется, это система угловой стабильности. Здесь смысл заключается в том, что мы все же рассчитываем на появление костного мостика, костной мозоли, которая, в общем-то, разгрузит вот эти вот критические зоны установки винтов и позволит избежать в последующем конфликта в этой зоне в плане профилактики осложнений каких-то. Поэтому, конечно же, эта система больше призвана служить при травме. Далее. Очень интересные такие удевайсы попадаются в литературе. Это индивидуальная конструкция. В частности, вот здесь материал, который датируется 2016 годом. Конструкция, которая замещает дефект при синдроме Поунда. Массивная конструкция, которая также подразумевает фиксацию жесткую к сохраняющимся элементам грудной стенки. Еще один девайс, который также был представлен в этой же статье, это пострезекционный дефект грудной стенки после удаления остеогенной саркомы. Кстати, это оба случая, которые использовались у детей. Здесь также мы видим принцип жесткой фиксации к остающимся структурам костным. И здесь как раз о нем только касался этого вопроса, что достаточно сложная ситуация, когда мы говорим о фиксации к задним отделам грудной стенки. Но здесь он каким-то образом решен. Что мы еще имеем? Да, система Stratos, я повторюсь. В общем-то, эта система была сделана действительно с претензией на универсальность. Владимир Анатольевич прекрасно сегодня рассказал о достоинствах и недостатках этой системы. Тоже я здесь не буду останавливаться долго. Основной постулат, на котором я хотел бы остановиться, это, конечно же, те недостатки, которые существуют в имеющихся девайсах. Это жесткая фиксация. Она присутствует везде, во всех титановых системах. И это тот момент, который, конечно же, наверняка ограничивает функциональность вот этих устройств и долговечность, опять же. Что в литературе мы видим? Публикация, которая датируется 2013 годом, показывает при, опять же, деформации грудной стенки, установленная система сломалась. Вот именно в той зоне, где идет напряжение. То есть это, в общем-то, такие, я думаю, ожидаемые вещи. Что еще встречается в литературе? Эти две публикации датируются 2016 и 2015 годом. Это испанские коллеги предложили технологию 3D-принтинга для как раз создания конструкции индивидуальных, для замещения обширных дефектов грудной стенки. Интересные весьма девайсы. Вот, в частности, на этом снимочке показана система, которая имеет элемент динамический, который, по всей видимости, призван к тому, чтобы как раз вот эти вот элементы абсолютной жесткости при фиксации устранить в какой-то мере. Ну, насколько вот будут тиражироваться вот эти системы, это большой вопрос, конечно. Итак, в своем выступлении я хотел бы поделиться опытом сибирским по реконструкции обширных дефектов. Мы используем конструкции из никелита титана, используем оригинальную методику, которая подразумевает применение двух элементов. Это тканевой имплант и жесткие импланты, реберные эндопротезы. Материал, из которого изготавливаются все вот эти вот элементы пластического замещения, они… Это никелититана. Последовательность представлена вот на этой схеме, как мы используем. И следует обратить внимание, что мы здесь не используем жесткую фиксацию, мы позиционируем ребра в той проекции, которая, в общем-то, ну, наиболее физиологично и эстетично в данной конкретной ситуации. То есть параллельно ребрам стараемся установить. Вот. И здесь нет какой-либо привязки к опилам ребер, либо же к каким-то местам конкретным на грудине. То есть мы устанавливаем так, чтобы это был действительно хорошо позиционированный мостик. Первичная фиксация достигается за счет подшивания лигатурами. И вторичная фиксация осуществляется за счет врастания в пористые элементы конструкции. Обратите внимание, вот этот эндопротез имеет трехслойную структуру. Внутри сердечник, который обеспечивает жесткость и эластичность конструкции. А покрытие вот такое формируется за счет пористой пластины. За счет этого как раз мы достигаем достаточно такой хорошей интеграции с тканями. И как раз эта интеграция позволяет говорить уже о фиксации вторичной, надежной и стабильной. На сегодняшний день в России имеется опыт использования вот этой вот технологии в пяти центрах. Это Томский неонкология, это, в общем-то, колыбель этой методики. Федеральный медико-экологический центр имени Академика Мишалка на Новосибирске. Обнинск располагает опытом одной операции. Томская областная клиническая больница достаточно широко применяет этот материал, эти технологии, при частности лечении гнойных процессов в области средостения. И Липецкий областной онкологический диспансер также располагает опытом одной операции. Мы включили в группу за период с 2007 по 2016 год 26 пациентов. У нас 26 наблюдений у таких обширных дефектов. Сюда вошли как пациенты с опухолями костными, так и мягкотканными, с злокачественными образованиями различными. В основном мы использовали схему, подразумевающую использование ткани и эндопротезов ребер у 19 пациентов. И для закрытия одна из самых таких действительно часто используемых методик – это торакодорзальный лоскут, который нас никогда не подводит практически. Коротенько. Осложнение мы имели в этой группе 11%. Сравнивая с литературными данными, в общем-то, это допустимый такой процент. По структуре – это дислокация ребра с вещей вместе в проекции стояния эндопротеза. Связано было это с недостатком покровных тканей. В общем-то, дыхательная недостаточность связана, опять же, с недостаточно адекватной реконструкцией пострезекционного дефекта. Установка дополнительного ребра устранила вот эту проблему. И некроз лоскута, но это не связано с эндопротезом, поэтому это общихирургические наши проблемы. Итак, вот на такой небольшой группе, тем не менее, мы можем на сегодняшний день проанализировать, вот какие задачи мы можем выполнять, используя вот эту методологию. Ну, конечно же, у большинства больных мы прежде всего говорим о восстановлении функции. И эстетический вариант решения вопроса, он отходит на далеко второй план. Вот те примеры, которые хотелось бы привести из нашей практики. Это тоже достаточно раннее наблюдение, огромная диморфная карцинома грудной стенки, состояние после всевозможных вариантов лечения, продолженный рост с поражением как мягких тканей, так и костных структур. Здесь представлена схема резекции. Вот на ранних этапах мы решали вопрос, сколько ребер и как позиционировать, как восстанавливать. Вот здесь мы применили погружение в опил грудины и ребра одного эндопротеза и установленную ткань. Ну и классический дефект был закрыт только дарзальным лоскутом. Этот пациент наблюдался у нас 3,5 года. Мы получили осложнение в этом случае как раз дислокацию вот этого эндопротеза ребра в проекцию печени, что потребовало, в общем-то, повторного оперативного вмешательства и устранения этого нежелательного смещения. Тем не менее, пациенту удалось на эти 3 года вернуть к жизни. Он был социально адаптирован, вернулся к работе. В общем-то, в семье был достаточно хорошо, выполнял свою функцию. Ну и через 3,5 года мы, к сожалению, получили прогрессирование заболевания. Второй пример клинический – это поражение рукоятки грудины. Здесь мы имели дело с мистозазом плоскоклеточного рака. Здесь вопрос стоял о возможном вовлечении плечеголовного ствола, сонных артерий в процесс, близкое прилижание было к этим структурам. Выполнялась эта операция в Институте патологии кровообращения в Новосибирске совместно с кардиохирургами. Но их участие не потребовалось. Нам удалось отойти от сосудистых структур и выполнить такую реконструкцию. Здесь немножко видоизменена была вот эта наша схема, тем не менее, суть остаётся той же самой. Наблюдение 4 года за этим пациентом, стабильное положение имплантов, имеется перелом рамочной конструкции, но функционально он незначим совершенно, никоим образом не беспокоит пациента. И, как видите, здесь кожа спокойная, признаков каких-то воспалений здесь нет. Следующая ситуация – это ситуация, когда мы, конечно же, восстанавливаем функцию, но задумываясь над тем, а вот может быть всё-таки как-то нам подумать о эстетическом результате. В каких случаях? Это молодые женщины, которые имеют действительно дефекты обширные после лечения прогрессирующего рака молочной железы, местно прогрессирующего, либо же каких-то процессов, которые приводят к необходимости выполнения обширных резекций. Итак, вот история заболевания пациентки. 37-летней женщины молодой неоднократно выполнялось хирургическое лечение по поводу рецидивирующей злокачественной опухоли грудной молочной железы. В последующем мы установили диагноз миксофибросаркома. Проводилась лучевая терапия, протонная, фотонная. Здесь практически тоже было всё применено, что можно было сделать. И вот выполняется широкая окончатая резекция с замещением дефекта по представленной схеме. Ну и вот результат, посмотрите. Значит, мы действительно функционально справились. Здесь нет признаков дыхательной недостаточности. Всё стабильно, нет флотации. Но косметический результат, конечно же, он не совсем удовлетворяет. Но здесь нужно учитывать ещё и, конечно же, в первую очередь, естественно, прогноз заболевания в зависимости от того, какой морфологический вариант, во-первых. Во-вторых, какие перспективы лечебные у нас есть для локального контроля и общего. И немаловажный момент – это пожелание женщины. Хочет ли она, допустим, многоэтапной операции подвергаться оперированию дальше или же вот её, ну, в какой-то мере удовлетворять, может, такой же результат. Поэтому здесь мы не делали никаких дальнейших шагов. Следующая ситуация – это функциональное восстановление и эстетическое. Действительно, мы можем сказать на сегодняшний день, что такой вариант возможен. Следующая история заболевания – это пациентка 38 лет. У неё был диагностирован метахронный рак младших желёз. Начало лечения с системной терапией. Выполняется подкожная мастектомия с эндопротезированием. Дальше у пациентки развивается инфекция спустя 6 месяцев после операции, что потребовало активной хирургической тактики, которая заключалась в резекции рёбер. Далее повторная операция по удалению поражённых инфекционным процессом рёбер с установкой никлеититановой ткани. Следующий этап – это после того, когда мы уже купировали инфекционный процесс, выполняется подкожная мастектомия слева, установка эспандера с торакодорзальным лоскутом и эндопротезирование третьего, четвёртого и пятого ребер справа. Далее проводится установка эспандера справа плюс торакодорзальный лоскут. И завершающий этап – это уже замена на импланты. И вот посмотрите, о чём идёт речь. Это внешний вид пациентки после проведённой санации. Имеется дефект справа, деформация безображивающая в области вмешательства на молочной железе. И вот посмотрите, это томографические топограммы, на которой видна тень установленной ткани из никлеититана. Она рентгеноконтрастна, достаточно хорошо, нежненько так вот визуализируется. Далее. Если пойдёт видео, будет замечательно. Вы увидите, о чём идёт речь. По всей видимости, нет. Значит, здесь смысл заключался в том, что вот в той проекции, где имеет место дефект, сохраняется флотация, достаточно выраженная. И никлеититановая ткань, вот установленная в таком моноварианте, она не устранила вот этой проблемы. Нами выполняется реконструктивный этап. Так, сейчас следующий слайд. Всё-таки пойдёт видео, да? Ага, вот это тоже вид из операционной. Здесь тоже была видеовставка, но ничего страшного. Значит, установлены три ребра. Дальше мы на рентгене посмотрим сейчас. Ну вот видно, что мы здесь сделали фиксацию за ранее установленную никлеититановую ткань, которая полностью интегрировалась, практически не дифференцировалась от окружающей ткани без каких-то признаков воспаления. Ну и вот окончательный результат, посмотрите. Значит, здесь действительно мы вполне можем говорить о восстановлении и функционального, и эстетического результата. Срок наблюдения этой пациентки на сегодняшний день 4 года 2 месяца. Вот на рентгенограмме представлены, это установлены импланты ребер. Далее. Это тоже видео с окончательным вариантом. Ну, да, вот, посмотрите. Форсированный вдох-выдох, да, и, значит, кошелевые движения, которые, в общем-то, не приводят к какой-то патологической флотации. Итак, вот дальше я бы хотел буквально два слова сказать о тех особенностях, которые возникают у нас, и тех дополнительных возможностей, которые возникают у нас при работе в многопрофильной клинике. Поскольку на сегодняшний день наша работа ведется на базе Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени Академика Мишалкина, исходно это Институт патологии кровообращения, который занимается кардиохирургическими вмешательствами на мировом уровне. Итак, это появление новой когорты больных, которые перенесли стерномедиастинит, имеющий обширные дефекты грудины после лечения вот этого осложнения. Частота на сегодняшний день составляет от 0,1 до 8%, но вот посмотрите, это значимое осложнение, летальность составляет 47% практически. То есть очень серьезная ситуация. Ну и мы более свободны в лечении опухолей грудной стенки, которая протекает с увлечением органов средостения, естественно. И вот клинические примеры, в частности, здесь я такую небольшую аппликацию сделал, чтобы было понятно, о чем идет речь, кому привязаны вот эти виды ран. Это стерномедиастинит после трансплантации сердца. Пациенту 43 года, он достаточно молодой, естественно, кардиохирургическая патология выраженная. И надо сказать, что здесь особенности таковы, что пациент после трансплантации сердца находится на иммуносупрессии глубокой, поэтому, конечно же, инфекция чувствует себя очень благодатно. И вот нестабильность в области швов грудины, она привела к тому, что разошлись края раны и присоединение инфекции, ну и со всеми вытекающими последствиями. Здесь проводилось вакуумное лечение раны с очень хорошим эффектом. В общем-то, вот мы перед пластикой имели вот такой, ну пусть вас не смущает, это щелевидный дефект. На самом деле здесь идет такое вот расхождение в процессе дыхательных движений этого дефекта. Далее. И вот схема, то, что мы здесь использовали. Значит, мы применили ректоабдоминальный лоскут, тоже, в общем-то, как такой безотказный. Учитывая то, что здесь была пересадка сердца, значит, внутрикрудные артерии здесь не были компрометированы, они совершенно сработали в нашу пользу. Вот. И мы здесь использовали такую оригинальную методику, мы не использовали здесь никелититановую ткань. Мы провели, значит, импланты Рюбер через лоскут, через лоскут ректоабдоминальный. И, в общем-то, благодаря этому задача какая была снизить вот эту вот контактную поверхность с дном инфицированной ранней раны. То есть, естественно, здесь проводился и бакпосев, и отрицательный бакпосев. Тем не менее, мы все прекрасно понимаем, что эта рана является условно инфицированной. Поэтому здесь, дабы снизить вот контакт импланта с этой раной, мы провели через мышцу этот имплант. И вот послеоперационный снимок стоят импланты, они имеют опору на жесткие элементы грудной стенки, ну и вот внешний вид этого пациента, 12-е сутки после операции. Послеоперационный период протекал на него без каких-либо отклонений от нормы. И буквально последнее наше наблюдение – это пациент с огромной хондросаркомы грудины, которая распространяется интратаракально. Вот снаружи практически мы видим вот такую верхнюю часть айсберга, которая ни о чем не говорит. Вот. Пациент на лечение поступил к нам с развившимся тромбозом еремной вены слева. Вот. Это было доказано по ультразвуковому исследованию, констатировано. Значит, на фоне антибактериальной дезагрегантной терапии в течение двух дней немножко удалось нам, скажем, эту ситуацию частично разрешить, по всей видимости. Я думаю, что за счет развития коллатералей. Вот. И пациенту 41 год. И далее мы выполняем хирургическое пособие. Схема резекции грудной стенки. Значит, здесь субтотально удалена грудина, реберная, то есть грудинные отрезки ключиц. Первое, второе, третье, четвертое ребра справа. И по хрящевые вот эти зоны, значит, ребра мы резекцировали слева. Далее. Ну, самое интересное нас ждало внутри, то, что было глубже. Кстати, вот эта ситуация, она интересна тем, что все методы диагностики, которые мы здесь применили, в частности, МСКТ с контрастированием, с анализом этих томограмм высококлассными специалистами, которые, в общем-то, сердце знают, как свои пять пальцев. Мы не смогли ответить на вопросы однозначно о степени вовлеченности сосудов средостения, основных магистральных сосудов. Значит, были, оставлялись вопросы степени вовлеченности перикарда, и особенно, конечно, проблематичная зона была эта вот верхняя половина. Итак, во время операции было выявлено, что с перикардом нам удалось разойтись, нам удалось сохранить целостность левой плевральной полости. Далее, с аортой и крупными артериальными стволами здесь также конфликта не возникло. Но при всем при этом мы выявили наличие прорастания передней стенки верхней половой вены на протяжении 4 см и затрамбированный участок плечеголовной вены слева, которая была, в общем-то, резецирована успешно. И вот с того момента, когда была выявлена такая ситуация, в операционную приглашается кардиохирургическая бригада, устанавливает систему для искусственного кровообращения и выполняется гомопластикой, гомографтом. Кроме этого, было выявлено, что имеется врастание еще и в правое легкое, поэтому препарат был удален вместе с двумя долями правого легкого. Вот внешний вид раны послеоперационной, гомографт перед установкой, перед подшиванием. Далее, значит, это уже после реконструкции с использованием никелититановой ткани. Здесь ее даже практически не видно. Значит, вот это вот раздутая нижняя доля правого легкого. Здесь мы видим элементы перикарда, и вот здесь прячется за ренажом как раз гомографт установленный. Ну и здесь завершающий этап – это реконструкция жесткого каркаса, рентгенограммы на 15-е сутки, и вот пациент в день выписки на 15-е сутки после операции из стационара. Ну здесь хорошо, вот видео идет, замечательно, мы видим, какие возможности у него дыхательные. Спасибо за внимание. Я бы хотел сказать, что действительно вот та система, которую мы предлагаем, и уже не первый год докладываем, в общем-то, наверное, по нашему мнению, она может считаться в определенной степени универсальной. Достоинство вот этой методики заключается в том, что мы можем рассчитывать на долговременный результат. Мы вот в тех случаях, которые я вам показал, мы не имели вот этих отдаленных осложнений, которые могли бы говорить о конфликте с конструкцией тканей и вот проблем с фиксацией этих эндопротезов. Вот поэтому здесь, конечно же, очень хотелось бы, чтобы эта система тиражировалась. Ну здесь есть проблемы, здесь есть небольшой рынок, скажем так, да, небольшая востребованность, поэтому эти операции, конечно, уникальны, они выполняются в единичных местах нашей большой необъятной России. Спасибо, коллеги. Спасибо, Александр Александрович.